так значит берем кран у него есть направление стрелочкой как вода в нем будет идти берем вот такой штанок паяльный припаиваем это просто соответственно спорта чуть больше они чуть меньше чем внешний день этот чуть больше чем внутренний диаметр он расплавляет вот так и вот так присыпать и только надо смотреть чтобы вот эти поверхности полировки то есть чтоб она не вот так вот было не привыка я обычно так кручу и вижу что он в одну линию ну здесь соответственно так вот и таких штук надо сделать аж 12 а вы думаете почему я решил такое видео снимать про какие-то трубы про пайку про пайку потому что потому что вот назад купил квартиру у меня даже в квартире стоят трубы которые называются металлопластик а это очень плохо короче говоря металлопластик он со временем вот у него сами которые кранчики всякие уголочки там кранчики у них вот эти вот носики на которого насаживается они начинают отламываться ну потому что они тоненькие как бы этот носик на который сам металлопластик накручивается и потом уже фиксируется как бы гайкой сверху вот есть более современный материал это полипропилен из которого мы делали аулофорусную ферму вот и барабанный фильтр можно сказать что это вечный материал по крайней мере полетом точно наверно проживет вот и способ его соединения вот этот файк она позволяет ну как бы во первых избежать протечек достаточно как бы надежное соединение и во вторых здесь как бы один материал а не два каких-нибудь например металл пластик или еще чуть силикон какой прокладка резинового такого нет Самый ненадежный узел, который я в процессе эксплуатации столкнулся с которым, а я, сами понимаете, имею достаточно большой опыт работы с полипропиленом, как с листовым, так и с таким, так вообще у нас тут вся разводня на этом сделана, вот и дома я тоже буду переделывать на полипропилен, а к чему это я мысли потерял, так сказать, потому что самый слабый узел это как раз вот эти вот краны, то есть они выходят из строя, которые перестают открываться, и это тенденция, так сказать, последних там, я не знаю, 8 лет, 5-8 лет, то есть качество их настолько упало, что они вот, ну, вообще просто одноразовые, ну и переделывать их на самом деле не так уж и сложно, собственно, этот ролик я и затеял для того, чтобы показать, как, так сказать, исправить ошибки уже упаянного полипропилена, вот. Я что сейчас, как бы, делаю, я перехожу вот на такие вот краны, они другого вида, вот если вы посмотрите, они вот такого вида, то есть по сути, вот, внутри, вот эта прижималка, она как бы закрывает, открывает, то есть если он выходит из строя, саму, как бы, вот эту систему перепаивать не надо, вот эту выкрутили штуку, да, просто ее поменяли, ну, вот саму вот эту каретку, новую сюда вставили, я не знаю, от старых кранов она подходит, подходит, если есть дома какие-нибудь древние, ну, да, 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 вот он получается такой, принеси, попробуй, дорогие интересные, вот, то есть, соответственно, вот такой вот краны, он, в принципе, как бы, неубиваемый, вот. У меня первая система, которую я делал, самая-самая первая, она, вот до сих пор, краны такие вот, шаровые именно, они до сих пор, как бы, живые, и вот, хоть бы хнык, то есть, ни один кран, у одного сломалась ручка, я посмотрю, она подклеила, сам, сам пластик просто сломал, ну, такой, ну, такой же кран можно купить, как бы, поменять у нее вот эту штуку, не перепаивая систему, не перепаивая систему, да, вот, старые краны, короче, они классные, они до сих пор, эти шарики работают на первой системе, ни один не сломался, хотя они достаточно сильно, как бы, их кручут, часто там, когда малька посадил, еле-еле струечку делают, вот, вот, когда надо их высадить, соответственно, я вообще выключаю, как бы, если рыбу высажу, чтобы воду слить, когда они подрастают, я добавляю, ну, и вот таким вот образом работает, все остальные краны, которые я покупал, я уже практически все, наверное, поменял на один раз, и это, если честно, бесит, как бы, платишь нормальные деньги, а они нифига не дешевые краны, шариковый кран, там, 250-280 рублей стоит, в один, а у меня их тут, мы просто дохреничие, и вот и занимайся бизнесом, какой нахрен новый бизнес в нашей стране, вообще никакой, влага у нас все это не для денег, ну, и переделывать систему тоже, ну, как бы, неинтересно, поэтому, просто говоря, никакой, ну, вот, я вам уже показал много кранов, как появится, да, в принципе, все сочленения, которые, поэтому, они по такому же, вот, например, заглушка, это я старые трубы там какие-то, соответственно, ну, и хочу показать, соответственно, как это выглядит, в пайках, соответственно, вот муфточка, которая соединяет две трубы, да, вот так вот появится, ну, так, потом, соответственно, вот там, соединяется трубочком, муфточком, да, еще еще есть уголочки, ну, соответственно, так и потом, будет вот так вот уголочек, есть, есть странички, есть странички, соответственно, разводочка вот так вот делается, есть уголочки под другим углом, там, ну, более, как бы, такой, надо, есть краны вот такие, вот, про которые я говорю, ну, вот там, какашечный кран, один из какашечных кранов, соответственно, вот так вот, собственно, вот, я даже не знаю, ну, и крепление, трубки, как бы, крепить, эту прикручиваете, как бы, там, по стене, да, там, ну, и трубку, раз, она держит трубку, вот, для дома, лучше всего, это полипропилен, другим, нет, нет, лучше материала, сделал, и забыл, единственный его минус, это то, что при высоких температурах, он, как бы, прогибается, ну, то есть, если, например, очень горячая вода, там, или что-то такое, то он будет, ну, как бы, не прямо идти, как металлическая труба, а так вот, чуть-чуть будет выгибаться, со временем, так вот, растягиваться, но он не порвется, ничего, как бы, с ним нет, поэтому, когда вы делаете в доме, например, проводку, вы вот эти вот клипсы, которые его держат, вставите чаще, ну, в таком расстоянии, не даете ему прогибаться, не формирует, ну, собственно, вот, смотрите, друзья, почему я это видео решил снять, потому что у меня вот, вот эта вся система, в принципе, вот только три крана нормально работает, вот 16 аквариумов, и из них только три нормально работают, все остальные, вот этот, выкручен из него, там, ничего практически не бежит, сейчас я просто выключил помпу, насосик вот этот вот, и, соответственно, будут здесь меня, ну, и надо сказать, что этот насос, он не справляется, как бы, со своей работой, поэтому я решил разделить нижний ярус и верхний, верхний ярус оставить вот на этом большом насосе, а верхний, а нижний ярус, а нижний ярус запущу вот на такую помпу, это тоже халия, HX 6550, здоровая такая, 7000 литров в час, до 5 метров может поднимать воздух, вот, и он у меня, я, то есть разделю вот эту верхнюю часть и нижнюю, на нижнюю запущу вот эту помпу, а верхняя, конечно, остается на той, ну, заглушен просто низко, и все, вот такие вот краны, вот они, только им, ни один еще меня не подвел ни разу, хотя, пользуюсь ими точно так же, как и этими, только уже, там, больше 10 лет, 12 лет, получается, а с 6-го года у нас здесь разводник, а эти вот сделали, когда, ну, вот три, наверное, назад, вот, что-то такого, как система делала, так что, вот так, сейчас буду вот здесь отрезать, и припаивать новые краны, соответственно, вот этой штуке, помпочка зачетная, вот прям, блин, суперская, там вот так вот она выглядит, и вот эта такая огромная штука, которую, не уверен, что я, а, нет, осилил, о, такой огромный, а вот эту шайбочку надо не потерять, нужно потерять бы шайбочку, и на очку ее туда, ну, вообще, страшная, и все закручиваем, ну, к ней, на самом деле, есть это, я вот накрутил, это высос, как бы, а здесь сюда накручивается еще, ну, как бы, такая же соска, потолще только, да, для соска, ну, можно вот так вот ее использовать, я ее именно так вот использую, она в санте будет стоять, и сюда воду давить, ну, зачет. Так, друзья, для удобства, я снял весь нижний ряд, для удобства пайки, ну, сейчас буду его паять, здесь либо там, посмотрим сейчас. Так, ну, что, магистральку я снял, притащил вот сюда, как бы, буду обрезать ее, обрезать, соответственно, вот по этой вот шпичке, вот, как бы, они зачленяют. Да, и так, почти все коровы, довольно тяжело. У меня, конечно, вот тут, ну, вот, не давшие виды. Так, друзья, приехал дядя Коля, наконец-то из отпуска. Он мой спаситель вот такую мне штучку дал, мне я буду, соответственно, высаживать вот эти штуки-дрюки. Вот, надо зафиксировать, чтобы она не падала. Зафиксирую я ее штрубцирую. Вот так. Ну, что я тут должен сделать? Я тут должен вот чуть-чуть рассверлить. Труба 20-ая, я беру вот эту, вот эту, 18-ую. Труба 20-ую. Ну, сверлю вот эту. Дарейки кусочек. Соответственно, везде, везде, везде. Труба 20-ая, батарейка села. Ну, смысл вы поняли, да? Вот. Почему меньше диаметр? Труба 20-ая, усверлю 18-ая. Потому что остаток, как бы, разогреет этот самый, утюг. Вот. Под нужный диаметр. Даловочка утюга. Так, я его образовавшуюся, так сказать, в пространство. Ну что, полосок? Да. Дядя Коля, скажись на камеру. Садись на камеру. Садись на камеру. А что, подписчики состучились? Да, конечно, я им сказал, что ты пришел. У меня сплошные. Так, колеса меняем. Отличная какая штука. А, ты зашел включить? А, тогда я уже посмотрел. Видишь? Рекламный полукудов сделал. Да? Нет, в смысле, нет. Здесь стояли старые краны, а не треновые. Ну, старые. Ну, вот такие, вот такие. Ну, коммунисты. Ну, они все вот это самое. А ты и пустын, почему они перестали? Ну, такой вот. Ну, такой вот. Ну, такой вот. Ну, легко сворачиваю. Такого качества. Правда. А они откручиваются? Откручиваются? Ну, ты там не заберешь. Ну, слушай, ты заберешь. Не, шар. А, ты не можешь. Вот масло, да? А, я не могу. Короче говоря, он там ломается. Шарик. Поехали. 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 Дядь Коль. Всем привет, скажи так. Всем привет. Йоу. Там. Путин Форелла. Как ты там любишь? Первая буква. Ну, по-модному. По-салли, по-рэперски. Давай, открываем. Поехали. Коля Пут разобрал. Пытается разобраться. Не, ну, тут конструктивная ошибочка. Мне кажется, не выздать. То есть она к шарику не присоединена. Она к шарику присоединена через пластмассовую стулку. Она тупо проворачивается. Потому что шарик, возможно, не покрыт этим промом или никелем. И она, видимо, коррозия-коррозия. И потом подклинила. Эту просто проворачиваю. Позупишь, я шарик покажу. На том, на месте. Слушай, ну вот старые краны первые у меня до сих пор живут. Ну, ты же понимаешь, что когда в Китае производство перенесли, идет удешевление производства любыми способами. В том числе и через некачественные решения. Да, и увеличение продаж, да? Такими вещами. Ну, нет, как бы потребители в России уже... Я их сколько перевод покупал? Снова в год 20 лет экспериментируют. И уже как бы знают, что в хорошем случае. Не знают нифига. Ну, так, идут и покупают по цене. Да, в лари, да? Ну, конечно, да. Ну, кальций. Не, это на выбор, сколько. Не стоит. Знаете, запчасти? Что за запчасти? А, да все это... Ручка запчасти. Да, конечно. Так, друзья. Ну, смотрите, помпу я поставил. Вот она стоит здесь. Давит это все в магистральку. Это аквариум не отреснуло дно, поэтому он пока отключен. Я его починю в ближайшее время. Вот. Ну, и, соответственно, вот сюда вот специально этот вот... Вот если верхний посмотрите... А, вот тут две среза уже. Вот, видите, выше как бы вот этого, вот этой грани вот у меня сделаны было. А это большая-большая ошибка, потому что вот эти вот штуки, эти ребрышки... Ну, и вообще, как бы, вода сюда брызгает везде, как бы... Кстати, север мы отметали, смотрите. Видите? Вот икра. Ну, это я здесь ползаю, сейчас они напугались и в стороночку отошли. Вот, это неправильно. Нужно делать вот так вот. Вот. Вот они включены. То есть ниже вот этой вот граники. Но выше как бы уровня воды. Вот так вот. Вот видите, как хорошо. И на эти уже не попадают брызги. Ну, попадают, конечно, но не так много, как если бы она была выше. Вот, и здесь, а здесь хороший напор. Отличненько это все смотрится. Вот. Сейчас буду делать то же самое, только вот с верхними. Соответственно, вот две срезал, воды здесь слил, чтобы мне не мешало здесь паяльничком залазить. Вот. И сейчас буду дело это сверлить. Как раз у меня сюда шуруповерт встанет. Ну, вот смотрите, поняли, да, зачем воду слил? Потому что шуруповерт туда будет опускаться в воду. Вот. Я буду вот здесь рассверливать дырочку. Вот так вот буду делать. Конечно. Часть, конечно, стружки упала в аквариум, но не страшно. Ну, вот так вот, друзья. Сейчас буду впаивать это все дело-то. Ну, вот так вот по несколько кусточек я решил пить. Сразу много не делать. Здесь припаяю, сразу залью воды. Ну, вот делаем так вот. Берем, соответственно, это сюда втыкаем. Это сюда втыкаем. Прогреваем. Проплавляем. Снимаем. И втыкаем сюда. Опа. Специально так поджимаю достаточно сильно, чтобы туда... Ух! Дымища. Пойдем. Еще раз нагреем. Так. И вот это вот сюда. Тут под потолком не очень-то удобно. Так. Дергиваем и ставим. Так. Вот так вот. Пирожка этого. Так, друзья. Ну, прикручиваем сюда кран, прилепляем. Это уже простое, как бы, действие. Тут все довольно просто. Греем, снимаем, одеваем. Ну, как-то так. Ну, вот у нас такая вот красота и получается. Крутится, вертится. Значит, я хочу сказать вот по поводу вот этого сошленения. Естественно, друзья, это для развода актуально. Здесь помпа давит, как-то давление небольшое воды. Но если вы дома делаете, все-таки надо менять вот этот узел, весь треугольничек. Здесь на муфтах собирать и его заново новый ставить. Давление в кране. У меня, например, дома холодная вода 5 атмосфер, а горячая вода 12 атмосфер. Естественно, ну, просто может вырвать, как бы, эту трубу, да, потому что это сочленение такое уже двойное получается, да, высверленное, потом там заново вставлено. Поэтому, ну, как бы, просто все, 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 как бы новое брать и делать. К тому же, ну, дома там не надо столько кранов, столько там тройников, столько переходников каких-то. Здесь вот только эта стойка 16 штук. Тройников, кранов, там, чего еще? В самих трубах, там, и так далее, вот этих вот дорогих вещей. Дома, как правило, там один кран на горячую воду, один кран на холодную воду, либо, соответственно, там, ну, если два стойка, два горячих, два холодных. Собственно, больше там ничего, ну, может, на стиральную машинку отдельно там кран стоит, да. То есть это не так дорого, как бы, поэтому домой лучше купить новое, как бы, сделать. И простоит оно, хрен знает, сколько лет. И, в принципе, это, ну, несложно все это делать. Вы видите, я практически один делаю. Там вот кое-где вот эту, делали вот эту вот штуку, подсаживали. Там вот неудобно паять в самом краю. Да, мне дядя Аша помогал. Ну, как помогал, я запаяю, соответственно, ему раз назад, он вот этот утюг, как бы, забирает. Вот, я дальше уже складываю их вместе. Вот, вот таким образом такая помощь. То есть это несложная работа. Вот. Сейчас вот доделаю это все, вам буду дальше показывать, как красиво вода льется, да. Смотрите. Сразу муть такая, потому что все поднялось, значит, с этих, со дна там и так далее. Красные неончики, производители. Вот, красноголовые геофагусы сидят тут, что-то пытаются делать. Это молодежь суринамов. Это тоже суринамы. А нет, это тоже, это тоже суринамы, это не красноголовые. Прошу прощения. Вот. Эти тут в стрессе все. Нифига себе, воды слили, тут что-то входит. Сейчас, сейчас, друзья мои, сейчас я вам все налью воды и запущу, и вам будет хорошо. Терпите. Никто вас не обидит. Так, друзья, смотрите, видите, мы делали, 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 а здесь они длиннее получаются, как бы, да. Вот, ну, потому что здесь расстояние, как бы здесь балочка, и поэтому это расстояние такое же, как бы, да. Вот, ну, здесь за счет балки они там, получается, выше висят. Поэтому я беру их, ну, и обрезаю. Вот так вот мечусь примерно, да, чтобы чуть ниже было у меня вот этой вот кромочки. И их. Бабам. И эту так же. Хочу севером, севером нам побыстрее водички долить, чтобы они тут меня не стрессовали. Вот. Так, 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 так. Вот таким вот образом. Сейчас я им налив. Ну, и, друзья, когда работаете, естественно, полипропилен плавится. И выделяет кучу, как бы, неприятного такого запаха. Ну, вы видели вот этот дымочек, да, который вот идет. Это вот как раз вот это вот. И очень-очень, ну, так ядрено пахнет, очень-очень противно. Поэтому надо проветривать помещение, либо там убегать периодически. Друзья мои, ну, все, я сделал и запустил оба этажа. Смотрите, все работает. И наверху губиков столько самок, еще чуть-чуть самцов. Самцы и бесподобно красивые, да. Вот еще один. Давайте посмотреть, как она работает. Ну, и вот здесь, наверное, поддавим подачу свежей воды. Много так не надо. Вот. Наливалась просто поэтому. Помпочка работает, все красиво. Рыбки радуются. Эти вроде успокоились, товарищи. Ну, так. Напрягается, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть такой поток пошел. Вот, друзья, полипропилен, это классная штука. Из нее можно трубы лепить, можно делать, я не знаю, барабанные фильтры, можно даже бассейны делать. И все, как бы, вот, материал нейтральный, как бы, очень нормально относится к кислоте, к воде, там, к таким вот, как бы, вещам. И, что можно сказать? Пользуйтесь на разводе. Не попадайте, как я, на вот эти дурацкие краны, краны, которые выходят из строя. Ну, вот, кстати, еще один такой же вот кран вот здесь вот висит. Здесь у нас для трубочника холодная вода была, здесь аквариум стоял. Ну, в общем, сразу, наверное, берите вот такие вот краны, вот именно такие. Это леруашные. Леруашные, они не дешевые, там, по 300 с чем-то рублей стоят. Ну, как бы, вот, вот, неплохие краны. Что еще хочу сказать? О разводе, значит, вот, менять вот так вот, паять вот так вот. Для дома, значит, соответственно, я все штучки, дрючки показал, которые можно использовать. Такие, такие. Вот, кстати, в одном месте сразу и муфта, и заглушка, видите, да? Вот она. Вставлена, показана, как есть. Вот, на нас подписывайтесь, лайкосики нам ставьте, комментируйте это все. Вот так вот еще ставьте, если там у вас есть. Если нету, значит, ну, просто лайкосик. Все, друзья, пока. Прикольно так, да, вот, когда уже ролик сделал, все дела сделал, можно покривляться, там, вот так вот сделать, там, дядяша. Дядяша, сделай так вот. Какой думай, это типа, типа круто пока, там, все, там, подписывайтесь. Вот у нас еще тут, а мы не вовремя. Дядя Коля? Сделаю так. Пока, друзья.